Звучит музыка За утренним кофе на веранде ондатор выстроил на столе модель Вселенной. Вот это солнце, сказал он и показал на сахарницу. Эти сухарики — звезды, а вот эта сухариковая крошка — наш земной шар. Видите, какой он крошечный, а Вселенная бесконечно велика и черна. Там наверху бродят в потемках небесные чудища. Скорпион, медведица, овен. Ну и ладно, пусть себе бродит, попытался закрыть тему папа. Но ондатор будто не слышал. А другая солнечная система даже не смотрится у вас на столе. Она вон там. Он раздохнулся и запустил бутерброд в сад. И много их, этих солнечных систем? Спросила мама, отодвигая подальше оставшиеся бутерброди. Неисчислимое множество, — с мрачным удовлетворением объявил ондатор. Так что, сами видите, совершенно неважно, погибнет земля или нет. Мама вздохнула. Я не хочу погибать, — возмутился с ним. Я нашел грот. У меня нет времени на погибание. Папа повернулся к андатору. А что, если вам поразмышлять обо всем этом в гамаке? Это ведь так приятно. Вы просто хотите от меня избавиться, — сказал андатор. Он дунул на сухарную крошку, которая была земным шаром, и та улетела под стол. Муми-тролль даже вскрикнул. А ну-ка, все на речку, — скомандовала мама Муми-тролля. Я научу вас делать кораблики. И страстника. День тянулся медленно. В грот с ним, снифу с Муми-троллем, не хотелось. Что, если конец света наступит, пока их нет дома? Ловить жемчужину тоже было как-то глупо. Они сидели на крыльце, казалось, там безопаснее всего, и шепотом обсуждали вселенную, которая, оказывается, не голубая вовсе, а черная, в которой целая солнечная система, значит, не больше выброшенного бутерброда. Надо их чем-то занять, — сказала Муми-мама Муми-папе. Андатор совсем заморочил им голову своим концом света. Они ни о чем другом думать не могут, даже играть не хотят. Давай отправим их прогуляться, — предложил папа. Андатор говорил, у нас тут неподалеку есть обсерватория. Что, что? — переспросила мама. Обсерватория. Это где-то ниже по течению, там наблюдают за звездами. Если детей так сильно интересуют звезды, пускай на них и поглядят. Ну, наверное, ты прав, — согласилась мама. И опять принялась стирать пыль с листьев сирени. Подумав еще немного, она подошла к корольцу и сказала, — Мы с папой решили отправить вас в поход. Но, мама, какой же может быть поход, когда вот-вот наступит конец света, — удивился Муми-троль. А вселенная бесконечно черна и полным-полна всяких опасных звезд, — пробормотал малыш с ним. Вот вы как раз и посмотрите на звезды, — сказала мама. Андатор говорит, тут поблизости есть место, где их изучают. Мне лично вот хотелось бы узнать, так ли уж велики эти звезды и так ли черна Вселенная. И тогда тебе станет спокойнее, — уточнил Муми-троль. Ну, разумеется, — ответила мама. Муми-троль тут же вскочил на ноги. Ну, тогда мы это выясним. Ты не волнуйся. Может, и земной шар окажется побольше, чем считает Андатор. У Снифа коленки затрясет волнение. Его берут в поход и не говорят, что он для этого слишком маленький зверек. Он повернулся к Муми-маме и сказал, — мы все разузнаем, не переживай. Только не забудь, пока меня нет, каждый день ставить на крыльцо мисочку с молоком. Для чего я сказать не могу, это тайна.